Ноль секунд! Куда ты продолжаешь драться-то, пидораст! Вы это видите вообще? Это что за забагованная херотень вообще просто? Я не могу двигаться, он продолжает меня изнасиловать! Всем привет, друзья! Меня зовут Влад, мы продолжаем Shadow Fight 3. В игре появился новый рейдовый босс, руки мои доходят только сегодня. В выходные до этого босса, потому что абсолютно не было никакого времени и определенно не было, наверное, не то что времени, а даже на желание какого-то что-либо здесь делать. Скажу честно, босса уже испытывал. Ребята, босса уже испытывал, на нем я уже играл. Успехи игроков в бездне не прошли незамеченными. Коллекционер понял, что вы настроены серьезно. Говоря сейчас бездна и готова дать вам следующее задание. Побеждайте босса в турнире драгоценностей, меняйте трофейные монеты на бустер-паке и выигрывайте главную награду, новую легендарную составную глефу. Удачи! Появилось новое оружие, оно уже есть в донате. Кстати, его можно очень даже неплохо так задонатить и получить, да, на самом деле. Вот, если говорить именно о донате в предложениях, типа, ну она стоит, наверное, нормально, но просто нет смысла донатить на то, что уже является составной глефой. Вот, жемчужина бездны называется это оружие и 1500 еще печеней из события можно получить. Как вы обратили внимание, это особая монета. Вот, у меня их 215 сейчас, потому что на первом уровне босса немножко поиграл, вот, скажем так, потому что не знал, там буду записывать, не буду, но как бы это босс новый, поэтому, ну, наверное, да. Вот, поэтому вот такие вот моменты, типа, цена, наверное, нормальная, но, опять же, это если вы мега-мажоры и, типа, вы такие хоп, просто выкинули и все, и вам норм. Вот, но, на самом деле, обычная глефа, я же с такой же хожу, только вот со второй легендарной, получается, точнее, она стала второй легендарной, а у меня вот есть первая легендарная, я с ней вполне себя комфортно чувствую, поэтому нет смысла донатить, что, наверное, можно попытать удачу в бустер-паках, если ты хоть один получишь, может, оттуда что-то и вылетит, потому что, ну, там написано, что шанс 1 к 15, но, ребят, мы же знаем эти шансы 1 к 15, могут из первого пака вытащиться эти глефы. Поэтому, не знаю, поиграл я, в общем, на боссе, скажу вам так, что он не дает тебе, в принципе, житья, это самый сильный босс вообще из всех, которых вообще вводили в третью Shadow Fight 3. Вот, и если смотреть на боссов на всех вместе, на всех четырех, вот этот главный босс, его называют экспонат номер 14, вот он он, он самый лютый и он самый жесткий, То есть, он спамит теневой энергией, он, он, у него просто бесконечные атаки теневухой, я не понимаю, как он это делает, у него бесконечный спам теневыми, он не дает тебе жить, он не дает тебе встать, он покакать тебе, блять, не даст, если ты сядешь. Вот, но, тем не менее, мы заходим и попробуем сейчас эту штуку, попробуем пройти на первом левеле. Опять кошак у меня в комнате хочет выйти. И я его благополучно просто выгоняю, можно сказать, из комнаты. Постоянно, как я записываю видео, он образуется у меня в комнате и где-то, ну, я не знаю, как он успевает пройти в комнату, но, когда я начинаю записывать, он откуда ни возьмись образуется и... Не хочет, как говорится, мешать процессу записи и выходит из комнаты. Это странный очень человек. Собираем рейд, вот, все нормально. Долго очень собираем рейд. Приготовь к бою. Каждый участник сражается с боссом один на один. Так, ну мы это знаем. Там такой босс, конечно, неприятный, конечно. Так, у меня, кстати, есть вот эта вот фигня, которая пыль тебе в глаза кидает звездную, и ты там немножко оглушен. Ну, давайте попробуем. Так. Он не даст тебе житя. Кто еще его не видел, вот так он выглядит, тоже с остальной глефой. Выглядит, кстати, красиво. Но теневыми атаками спамят вообще жестко. Я не знаю, что с ним делать. Это просто какая-то конина, я не знаю, как еще это называть. А почему у меня магия-то не работает? Эй, братишка! Ты не хочешь кинуть в него заряд? В смысле, что он заряд не кидает? У меня что, управление сбилось, что ли? Ты посмотри, что он вытворяет? Ты видишь, что он вытворяет? Он спамит, он спамит. Что-то аж подвисать все стало. С этим боссом у меня подвисает шедо-файт тристал. Вот, пожалуйста, ребята. Вот так происходят все бои. Не, типа можно, наверное, с какой-нибудь кустаригамой в него залетать. Он, кстати, будет неплохо отъезжать с нее. Но, ребят, он жесткий. Посмотрим, кто из отряда справится лучше всех. Этот босс капец жесткий. А что у меня слетело-то это... Подожди, магия. Как я магией-то бил? В смысле? Не понял. Так у меня же магия вроде стояла. Что происходит? Почему я не могу ее кидать? Он что, хочет сказать, что у меня управление сбилось? Этого, блин, быть не может. Ты что? Ты что, с ума сошел? Ты давай так это. Не шути мне. Подожди, я сейчас попробую закинуть в него магию. А что она не кинулась-то в тот раз? Я же нажимал. А, вот, все нормально. Да в смысле? Почему ты оглушился-то, конина ты, блядь? Он применил на меня вот эту пузырчатую свою вот эту хуятину. И она, короче, меня остановила. Почему? А, да, он же взрыв этот делает. Я ненавижу этого босса, ребята. Простите, пожалуйста. Этот босс сын объебосса, понимаете? Кто его придумал? Он же самый сильный из всех них. Он сильнее тени. Смотри, что он вытворяет. Он спамит тебя теневыми атаками. Так даже тень не может. Он не умеет этого просто делать. Вы вспомните тени с седьмой главы? Он не умеет так. Вот этот умеет, а тот нет. Есть его просто без хлеба. Так, тихо. Ты смотришь, что он вытворяет просто? Мало того, что он неуязвимый, так у него еще теневых штук 10 различных. Плюс он еще на тебя вешает взрывочку. Видал? Просто взорвал тебя в небе и все. Причем ты этого не хотел. А ему пофиг. Ему пофиг. Он просто берет и взрывает. Ноль секунд! Куда ты продолжаешь драться-то, пидораст? Вы это видите вообще? Это что за забагованная херотень вообще просто? Я не могу двигаться. Он продолжает меня изнасиловать. Он 10 секунд на таймере. Ноль только что меня хоуячил. Фу, меня бомбит. Он 10 секунд мне потратил. На нулевом таймере меня просто херачил стоял. Вы видели это, ребята? Это жесть. Капец меня просто выносит с этого босса. Боже. Он лагованный. Он багованный. Он... У него столько теневых, так он еще и лагает и багует. Таймер кончился. Он дальше пошел фигарить, короче. А ничего, что я с тобой целую минуту сражаюсь, братан? Как она лагает, капец. Как этого босса ввели, игра стала, капец, просаживаться на эмуляторе. Хотя на телефоне я тоже вижу, кстати, просады сейчас. И даже вылеты игры. Вылеты игры появились. Так, ну вот эти вот много мин, это круто. Вот такую теневуху бы ввели нам, чтобы мы тоже много мин кидали. Так, опять он на меня дунул хуйней. Так, сейчас... Ну, конечно, я взорвался. Ребят, вот скажите, что он не самый сильный из боссов. Он самый сильный из боссов. Это факт. Он самый лютый и сильный из боссов. Всего четыре босса было, вот. Он и три вот этих обычных. Вот он жесткий, вот он уникальный. У него капец теневые. У него много теневых приемов. У него как минимум три разных теневых приемов. Телепорт. Неуязвимость временная там какая-то. И еще два умения он на тебя вешает. Одно взрывается, а другое там сердечко твое разбивает. Вот он, я вижу. Офигеть. А еще он сражается, когда таймер кончится. Он продолжает драться с тобой, понимаешь? Таймер же ноль, а он еще дерется с тобой. Жесткий, жесткий босс. Офигеть. Не, ну, ребята, это, конечно, все прикольно. Это очень все прикольно. Но босс, конечно, вообще какой-то отбитый просто на голову. Так, окей. Купить. Я не понял. Ты что так... Почему все, кстати, приемы... Ой, все склянки по 10 можно покупать, а этих только по одной. Как это работает? Так же нельзя. Подожди, я взял ее? Я ее применил же, нет? Или да? Я ее не применил? А, нет, все нормально. Все хорошо. Так, сейчас сразу попробуем оглушить эту свинину. Да, он оглушился, хорошо. Я просто, ребят... Я просто, когда играл на телефоне, закинул в него оглушение. И, короче, он не оглушился, ребята. Он продолжал со мной драться. А потом сам по себе, короче, в одном из таймингов сам по себе оглушился, короче, этой штукой. То есть эта штука как будто не сработала. Ну, она типа сработала, но сработала попозже, чем надо. Как же ты лагаешь? Офигеть, а почему там? Ребят, у кого тоже с этим боссом, когда вот его ввели, стала лагать игра сильно? У меня прям это сейчас очень сильно видно. Прям я прям наблюдаю жесткие лаги. Так, окей, отходи. Это самый жесткий чел, вообще, которого я видел из боссов Shadow Fight 3. Он самый лютый. Он самый лютый чел. У него умений офигеть сколько просто. И теневые. И пассивные, и активные, и деактивирующие тебя. Смотри, все у него есть. Экспонат номер 14. Ну, скорее всего, мы, кстати, его прошли. Меня бомбануло вначале просто знатно. Я просто на телефоне уже страдал, понимаешь? Я уже страдал на нем. Я уже просто молил о пощаде. Потому что он как пес лютейший. С чем, кстати, вы проходите, очень интересно тоже знать. Вот. Так. Ну, давайте еще один, чтобы бустер-пак вам показать, чтобы открыть. Нам нужно еще, как минимум, один раз такого босса пройти. Так. Вы же выбирайся и поехали. Подожди, какого я выбрал? Второго уровня? Нет. Второго уровня мне не надо. Пожалуйста. Я там первым местом никогда не стану. Во-вторых, у меня зарядов нет. Ребята там с зарядами обычно жарят жесткими. Где они их берут, я не знаю. Но они там какие-то неимоверные уроны, бывает, наносят. Вот. Кстати, ребят. Всем на заметку. В Shadow of IT3 тоже появилась вот эта фигня. Когда урон, получается, в босса наносит один какой-то чувак. Я видел картинку, по-моему, где-то, где на втором уровне вот этого босса нанесли 60 тысяч урона. Один чувак нанес 60 тысяч урона. То есть здесь тоже начали появляться какие-то охлоебы, которые начинают просто вот такие взломы делать и выносить боссов за одну, наверное, плюху или как это работает, я не знаю. Поэтому, что я могу сказать о Shadow of IT3? Онлайн-активности, такие как рейды, в обоих частях оказываются полным фуфлом. То есть ничем хорошим для игрока, к сожалению, это не стало. Ну, типа, мы думали все-таки в третьем шадике рейды будут интересны в плане того, что как минимум не будет появляться вот этих заносов в очке, которые пытаются взламывать игру и наносить на рейдах бешеные уроны каким-то образом. То есть просто игнорируя абсолютно правила игры. Вот, но раз и здесь такие челы появляются, я думаю, потихоньку и здесь рейды начинают умирать, не успев даже побыть в игре в этой. Просто, я не знаю. Я надеюсь, разрабы с этим будут максимально быстро что-то делать, хотя бы в этой части. Если вторую часть уже, к сожалению, вряд ли мы спасем, вот, то я думаю, здесь еще есть какой-то шанс, потому что, ну блин, это третий шадик, это как бы посерьезнее проект намного, типа. Должен быть. Вот, но с учетом того, что есть тоже челы, которые тут наносят по 60к урона, это сложно назвать сейчас серьезным проектом именно в рейдах. Не в сюжетке, а именно в рейдах. Опять, видите, опять страдают, сука, рейды. Постоянно появляется какая-то просто собачья, блядь, сперма и начинает, короче, тут свои взломы распространять. Так, окей, давайте мы еще купим таких штук, потому что мне оглушения, в принципе, нужны. Вот, короче, я надеюсь, разработчики будут что-то сделать. Я прям выговорился, у меня наболело просто реально. Капец, как наболело вся эта история. Так, окей, поехали. Я не выбрал, конь, конина, ты несчастная, двухместная, ты палата, сука. Простите, пожалуйста, меня бомбит. Я не выбрал умение просто. Меня бомбит, простите, пожалуйста. Блин, если я открою бустер-пак, и мне с первого пака глефа выпадет, я буду счастлив. Смотри, я к нему подхожу, он уходит и спамит. Смотри, смотри, что творит. Он тупо встать не дает и все. И вешает на меня вот это вот облачко секса, понимаешь? И лагает еще все. И минку применил. Вообще, чувак, если у тебя там 6 или 7 мин вылазит, в меня должно 7 лазеров полететь, а не 1. Так, на секундочку, если что. А то 1 всего лишь. Давай сразу 7, чтобы все хп у меня сразу ушло. Так, окей. А, все, отлично, я проиграл. Так, сейчас надо умение поставить, потому что снаряд, потому что я это, не поставил снаряд. Вы видели, как на эмуляторе игра тормозит с этим боссом? У меня пока этого босса не ввели, таких тормозов не было. Прям с этим боссом тормоза жесткие пошли. Ладно, давайте не будем ждать. Попробуем сейчас на оглушениях его взять. Ну, я думаю, я там на 1 пак накоплю. Просто для интереса открою 1 пак и все. Я не желаю в этом событии останавливаться и задрачивать реально заради этой глефа. Вот. Может, однажды я ее получу в своей жизни, а если не получу, то ладно, уже как бы не страшно. Но идти на босса, у которого 60 тысяч жизней, и без зарядов, без всего, и видеть, как ты занимаешь 4-5 место, потому что ребята каким-то образом там наносят неимоверный урон, это немножко странновато. Или вообще попасться на второй уровень этого экспоната, и ты будешь там один, а остальные будут боты. И что ты сделаешь с этим, я не знаю, просто. Один ты 60 тысяч точно там не отнимешь. Ну, если ты, конечно, не один из тех собачьих, блядь, ДНК, которые это делают. Так, окей. Лови. Вот для чего это умение? Чтобы оглушить. Он начинает оглушаться, и я его начинаю избивать. И он сразу телепортируется, понимаешь? На него не действует ничего, он даже не падает, он стоит постоянно. Он меня взорвал в воздухе, и глефой сразу в воздухе меня изнасиловал только что. Кто вы там говорили? Адзума жесткий, да, в вентах? Нет, вот этот человек, не нелюдь, вот этот демон, вот этот вот, который сейчас со мной сражается. Вот он самый жесткий из всех, в принципе, возможных в этой игре. Не, на самом деле, ребят, серьезно, этот босс сейчас, в данный момент, наверное, один из самых жестких и мощных вообще в игре. Причем и из всех рейдов, и из всех сюжетов. Вот, он, ну, в сюжете были, ребята, страшные, конечно, но... Вот этот босс по механикам, у него столько всего просто. Он столько всего имеет, у него столько всего. Там теневых атак, блин, больше, ну, у меня, не знаю, волос на яйцах. Это просто жесть. Так, окей. Да и у вас вместе взятых. Сейчас телепортнется, я еще атаку... А, нет, успел. А то он обычно телепортируется, когда я атаку еще не закончил, он успевает это сделать как-то. Все, прошли каким-то образом вообще. Он жесткий, конечно, тип. Ну, типа, его можно гасить, спамить, он урону поддается. Но сколько он использует всяких штук, это жесть какая-то, реально. Он очень много штук использует. Так, окей. Две четыреста. Так, продолжить. Ну, определенная игра прям просаживается жестко. Ребят, если мне с первого пака выпадает глифа, это будет просто жестко. Глифа, глифа. Так, давайте попробуем. Откроем. И узнаем. Так, вот он пак, уникальный экспонат. Ну, просто смотрите. Шанс один к пятнадцати. Шанс выпадения со стороны глифа. Ребят, я закрою глаза. Если она выпадет, это будет имба просто. Но она по-любому не выпадет. Я уверен на все сто. Так, открываю глаза. Да, все понятно. Бонусная карта. Это еще бонусная карта. Основную дай, а потом бонусную давай. Ну, не знаю, это надо... Каким образом это все сделать, я без понятия, короче. В общем, я определенно не буду в этот ивент наигрывать, чтобы эти глифы получить. Я просто посмотрел, при вас один пак открыл и все. Мне этого достаточно. А с тем боссом, тем более, мне достаточно. Потому что... Да блин, он полубаганный и с ним игра даже лагает. Не то, что на эмуляторе, даже на телефоне, куда игра призвана, она тоже лагает на нем. Вот, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы... Кто-то уже получил эту глифу. Сейчас многие напишут, что я с первого пака получил. А я поверю, потому что это реально возможно. Вот. Поэтому, всем спасибо за просмотр. Всем терпения на вот этом пиздюке, который там только что с глифами нас изнасиловал. Вот. И до новых встреч. Насчет рейдов. Я что-то начинаю разочаровываться. Потому что, если их ждет такая же судьба, как Shadow Fight 2. Всем до свидания, кстати. Сюда.